Когда вы только начали изучать мозг, эта область науки находилась в каменном веке своего развития. Ведь правда? Действительно, много лет исследования человеческого мозга переживали темные времена. И только в последние 10-15 лет люди начали узнавать что-то новое о человеческом мозге. И чем больше мы узнаем о мозге, тем больше мы понимаем, что мы ничего о нем не знаем. Но вы сказали мне, что мы можем изменить наши гены. Как бы я хотел, чтобы каждый доктор в мире узнал об этом прогрессивном исследовании. Вы знаете, как это бывает. Вы приходите к доктору и говорите, что у вас высокий уровень холестерина. И вам говорят, займите спортом, смените свой рацион. Но оказывается, можно поменять свои гены. Вы можете делать то, что пропишет вам врач, и это может иметь кучу побочных эффектов. Но, как вы утверждаете, недавнее исследование головного мозга доказало, что если вы последуете тому, что сказал Иисус, ваши гены могут поменяться. Это просто удивительно. Я знаю, что это звучит невероятно. Но задумайтесь об этом. Это же логично, Сид, потому что там находится дух нашего тела и наша душа. Мозг буквально отделяет нашу волю от эмоций. Он обрабатывает и формирует все мысли в действии. В мозге происходят неструктурные изменения. Что бы ни происходило в душе, это влияет на дух и тело. Если наш мозг наполнен мыслями, он наполнен хаосом. Хаосом, который управляет нашим телом. Знаете, ученые выяснили, что от 87 до 95% всех душевных, тересных, эмоциональных недомоганий происходит из-за наших мыслей. Иисус очень хорошо там все устроил. Бог сказал, каковы мысли в душе человека, таков и Он. Итак, вы утверждаете, что мысли, как вы пишете в своей книге, формируют пространство нашей души. Они настоящие. Это не просто мимолетные размышления, ведь так? Да, они настоящие. Наука даже называет их волшебные деревья разума, потому что нервные клетки мозга похожи на ветви дерева. Таким образом, ваш мозг размером в два кулака, это нормальный размер мозга, создан из всех этих нервных клеток и нейронов, которые так похожи на деревья. Я принесла с собой несколько вещей, чтобы вы смогли лучше все понять. У нас в голове практически такой же лес, как ветви этого дерева. Пока вы меня слушаете, ваш мозг обрабатывает 400 миллиардов операций в секунду. Ничего себе! Пока я это слушаю, у меня в мозгу происходит 400 миллиардов операций в секунду, и кто-то считает, что все это случайно. То есть я хочу сказать, что не верю, что все это просто случайное стечение обстоятельств. Да, я согласна с вами. Для этого нужно много веры. Наша бессознательная проделывает большую работу, когда мы говорим. Все, что вы слышите, все, что поступает в ваш мозг, пройдя через пять чувств, преобразуется в мыслительные блоки. А затем вы принимаете решения, и они структурируются в вашем мозгу и преобразуются в мысль. И все это похоже на деревья. Вот почему ученые называют это лесом волшебных деревьев разума. Именно так и устроен ваш мозг. У вас в мозгу находится примерно 100 миллиардов нервных клеток. Это очень большое число нервных клеток. Каждая клетка может дать 200 тысяч ответвлений. Таким образом, у нас есть примерно 3 миллиона лет и много свободного места в мозге, чтобы создать воспоминания. Это лучше, чем в компьютере? Да. Эти данные относятся к нашим основным знаниям о головном мозге. Вполне вероятно, что мозг может и больше. Но я хочу особо подчеркнуть то, что поскольку мы не можем видеть наши мысли так, как, например, я сейчас вижу свою руку, люди думают, что их мысли безвредны. Мысли реальны. Они занимают наши души. Они похожи на дерево. Благодаря тому, что вы меня сейчас слушаете, деревья в вашей голове меняются. Пока мы говорим, мы помогаем им отращивать новые ветви. Таким образом, каждый раз, когда мы что-то слушаем и думаем о чем-то, это влияет на те решения, которые мы принимаем. Это влияет на наши мысли и воспоминания, которые возникают у нас. Это дерево зеленое. Это здорово. Мне нравится зеленый цвет, будь то площадка для гольфа или деревья, потому что это красивый цвет. Я хочу, чтобы в моем мозге все было прекрасно. И вы тоже хотите, чтобы в вашем мозге все было прекрасно. Расскажите, что происходит с большинством людей, у которых бывают ядовитые мысли. Это вполне нормально, что такое происходит. У нас в голове все так и устроено. Подумайте, ведь мы сотворены по образу и подобию Бога, и Он наделил нас любовью, и Сам любит нас. Поэтому все процессы, благодаря которым у нас формируются мысли, направлены в верную сторону, в полезную сторону. Но Бог дал нам выбор, свободную волю. Он сказал, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Но если ты выберешь смерть, у тебя не будет потомства. Поэтому мы выбираем жизнь. Это правильный выбор. Я увидел это изображение сегодня утром в вестибюле отеля. Мне очень интересно, что это такое? Это просто рисунок, на котором я попыталась отразить то, что происходит у нас в голове, когда у нас появляются плохие мысли, когда мы принимаем неправильные решения, когда мы зацикливаемся на чем-то негативном. Гневе, оскорблении, раздражении, фрустрации, всех остальных негативных эмоций. Эти мысли не безобидны. Это физические изменения, происходящие у нас в мозгу. Мы создаем и формируем наши мысли всякий раз, когда о чем-то думаем. Мы создаем наши мысли, даже когда думаем о чем-то негативном. Поскольку же мы нацелены на любовь. Вот что доказали ученые. Мы нацелены на любовь. Вот каким выводом они пришли. Наконец-то они согласились с Библией. Возможно, поэтому Иисус говорил только о хорошем, чистом и приятном. И хорошо все излагал. Потому что если вы так не делаете, если вы поступаете совсем наоборот, вот как будут выглядеть ваши нервные клетки. Да, так и будет. Бог ставит перед нами условия. Бог милосерден, но если вы будете делать все неправильно, вот что может произойти. Так уж созданы и устроены наши тела. Если мы выбираем что-то негативное, нашему телу становится некомфортно. Это насилие над ним. Всякий раз, когда мы совершаем насилие над нашим телом, мы делаем выбор, который предоставил нам Бог. У меня есть проблема. Я стал верующим в 30 лет, и даже после этого я не сразу смог обновить ход своих мыслей. Мне пришлось работать над ними около 70 лет. Что вы скажете по поводу этого? Что это? Что с этим делать? Есть хорошая новость. То, что Бог назвал, то, что, как мы знаем, названо в Священном Писании обновлением Духа Ума, как вы уже сказали, является процессом, который может продолжаться целую жизнь. Согласно этой точке зрения, мы можем этого достичь, но мы можем и развить наш ум. Вот за что я люблю науку. Есть слово, которым можно это описать. Это слово нейропластика. Что он означает? Да, нейропластика. Оно означает, что наш мозг может измениться. Все может измениться. Вообще-то я считаю, что Бог дал нам власть. Вы являетесь специалистом по нейропластике. Я не знаю, сознаете вы это или нет, но вы специалист по нейропластике. И я тоже. Как и все остальные. Бог наделил нас способностью менять наши собственные умы. Когда Он сказал, преобразуйтесь обновлением ума вашего, Он наделил нас способностью сделать это. Скоро вы покажете мне, как преобразить мой ум. Отлично. Я хочу, чтобы вы послушали, как изменить свой ум. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Сиседрот и доктор Кэролайн Лив. Это просто удивительно. Кэролайн. Ведь теперь и ученые пришли к выводу, что наш мозг с самого начала нацелен на любовь. Он не такой, как этот рисунок отравленного мозга. В таком мозге могут быть столько ядовитые мысли. Знаете, каждый раз, когда я смотрю на этот рисунок, Кэролайн, я все больше его запоминаю. Теперь я буду контролировать то, что я говорю и о чем думаю, чтобы не позволить подобной силе убить, украсть или уничтожить мои великолепные мысли. Итак, мы все нацелены на любовь. Расскажите об этом. Это звучит просто невероятно. Кстати, такое обозначение дали ученые. Они так и говорят, нацелен на любовь. А еще они говорят, что мы познаем страх. Это очень важно, Сид, поскольку Бог говорит нам не бояться, и мы знаем, что наш Бог — это Бог любви. Поэтому страх — это насилие. Духовный принцип заключается в двух противоположных духовных силах. Наука пришла к такому же выводу. Будучи людьми, мы нацелены на все хорошее, поэтому у нас в мозге происходит нечто похожее на химический эффект. Для того, чтобы ветви росли, мы впускаем информацию себе в мозг, и она входит туда словно электричество. Затем мозг начинает выделять химические вещества, и у вас в голове происходит электрическая химическая реакция. И когда это происходит, начинают расти эти ветви. Эти ветви хранят наши воспоминания, и все вместе они формируют дерево. Получается, что вся эта сеть привязана к одной мысли. Чтобы создать эту мысль, нужны химические реакции. Мы нацелены на любовь, которая напоминает нам, кто мы есть. Это не та любовь, которую связывают с отношениями. Это любовь, означающая счастье, радость, мир, страсть, воодушевление, истину и прочие замечательные вещи. В нас заложены химические вещества, которые мы выделяем для каждого из этих чувств. То, как мы формируем свои воспоминания, очень увлекательная вещь, особенно когда мы говорим о том, что нам интересно. А для нас сейчас это то, что случается, когда мозг выделяет химические вещества, отвечающие за воодушевление и страсть. Но, допустим, случается что-то негативное, и вы сменяете ваше воодушевление на негативные мысли. Что-то негативное, не воодушевление, не страсть, а что-то противоположное. У мозга для этого нет химических веществ. Он будет обращаться к вашим позитивным эмоциям и выделять все больше и больше химических веществ в мозг, чтобы убрать беспорядок, творящийся там, и восполнить недостаток воодушевления. А затем у вас должно появиться химическое вещество. Этот процесс требует того, чтобы было задействовано большее количество хороших химических веществ. Как насчет тех случаев, когда доктора проверяют состояние вашего сердца и говорят, что у вас слишком много воспалений? Этот процесс начинается в мыслях, которые приходят нам на ум. Да, это происходит потому, что наш дух, душа и тело связаны. Именно поэтому, по мнению многих докторов, в большинстве случаев происходят заболевания сердечно-сосудистой, иммунной системы, а также всякие другие недомогания. Все это происходит из-за наших мыслей, потому что ваше тело направляет мысли в ваш мозг и превращает эту мысль в физическую реакцию, которая происходит в вашем организме. И каждый из нас реагирует в данном случае по-разному. Что бы то ни было, это все равно насилие над нашим телом, потому что наш бог – это бог порядка. Функции нашего тела расположены в определенном порядке. Там внутри все очень хорошо организовано. Если этот порядок нарушается, если нарушение, электро-химический баланс возникает, возникает воспаление. Оно затрагивает нашу иммунную систему, которая из-за этого прекращает производить различные клетки. У докторов альтернативной и традиционной медицины есть лекарства и альтернативные средства, чтобы вылечить это воспаление. Но это лишь маскировка симптомов, вызванных нашими мыслями. Ведь это так? Я прав? Да, имеется целая комбинация симптомов. Их причиной являются мысли. Знаете, существуют доктора, которые говорят вам, что вам нужно навести порядок в ваших мыслях. Есть исследования, доказывающие, что лекарства не будут действовать как должны, если вы не возьмете свои мысли под контроль. Вы сказали, что все это происходит в большинстве случаев, остальные 5% не так важны. Меня беспокоит именно 95%. Мы все нацелены на любовь, на большинство людей наполнены страхом. Что случается, когда наше тело наполняется страхом или стрессом? Тогда получается, что страх становится нашим выбором. Когда такое случается, у нас появляются мысли о том, что мы напуганы, что мы обеспокоены и негативно настроены, и что все, что произошло и должно было произойти. О чем бы вы ни думали, в вашем мозге будут происходить физические и структурные изменения. Если эти изменения происходят в негативном направлении, ваше тело и мозг превратят эту мысль или состояние в физическую реакцию в вашем теле, и у вас начнется стресс. У меня здесь написано, что когда у вас появляется страх или начинается стресс, в теле происходит 1400 химических и физических реакций. Это так? Совершенно верно. 1400? Да, это много, это очень много. Как нам остановить этот процесс? То есть, почему Иисус продолжает повторять, не бойся, не бойся, не бойся? Он не хочет, чтобы вы знали об этих 1400 химических и психических реакциях, которые происходят в вашем мозге и во всем вашем теле? Во всем вашем теле происходит какой-то химический хаос. Вы проходите через три стадии стресса. Первая стадия называется нормальная стадия. Вы находитесь на ней, когда вы встревожены и напряжены. А еще у вас начинают формироваться воспоминания. Это очень полезно. Это состояние называется F-стресс. Происходит 1400 химических реакций и выделяется 30 различных гормонов. Они выделяются по порядку. У нас вырастают прекрасные деревья. У вас формируется крепкое зеленое дерево. Но потом мы начинаем бояться насиловать себя, мы делаем неправильный выбор, и мозг пытается найти химические вещества, отвечающие за негативные чувства. И нарушается весь электрико-химический баланс. Эти 1400 химических реакций меняют позитивное на негативное. И у нас в теле образуется химический хаос. Есть ли у меня хоть какая-то надежда? Я имею в виду себя теперешнего. Мне потребовалось 70 тяжелых лет. Видите мои седые волосы? Мне потребовалось 70 лет. Сколько времени нужно, чтобы вырастить такое зеленое дерево? Я бы хотел жить. Такое уж у меня желание. Я бы хотел жить в любви, направленной не только на себя. Я хочу это сделать, потому что я создан, чтобы это сделать. Вы сказали, что я нацелен на любовь. Хватит ли для этого 70 лет? Или мне придется жить дольше Моисея? Как же мне изменить себя? Расскажите. Хочу сообщить вам хорошую новость. Это звучит просто сверхъестественно. Мы можем сделать это и в 70. Этот процесс занимает всего 21 день. Так, подождите. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и доктор Кэролайн Лифф. Кэролайн – нейробиолог. Она уже 25 лет изучает головной мозг и занимается прогрессивными исследованиями. Она сделала открытие. Неважно, сколько вам лет, 70, как и мне, или 20, вы уже много лет нацелены на хорошее. Правда, было бы неплохо за 21 день повлиять на свое физическое состояние. А еще можно повлиять на ваши отношения с другими людьми и на ваше эмоциональное состояние. И приблизиться к цели, для которой вас создал Бог. Итак, вы сказали, что у меня есть еще надежда. Расскажите, пожалуйста, что именно я должен делать для того, чтобы вырастить такое замечательное зеленое дерево? Надежда есть у каждого из нас. Позвольте мне объяснить. Вы упомянули, то есть спросили о том, что вам понравилось. А именно о том, что мы можем изменить нашу экспрессию генов. Когда нам нужно нацелить себя на что-то другое, все, что нам нужно, это изменить способ, с помощью которого происходит экспрессия наших генов. Смысл в том, что наши гены вырабатывают белок. Белок формирует блоки, которые формируют наши мысли. Ученые выяснили, что кроме генов есть еще эпигены. Да, кроме генов есть еще эпигены. На самом деле это просто наши мысли. Наши мысли – это электрический поток. Наши мысли реальны, и они передают электрический поток в гены. Вы хотите сказать, что наши мысли могут активировать хорошие и плохие гены? Да, именно это я и хочу сказать. Это очень убедительное заявление, потому что то же самое написано в Библии. Это то, о чем Бог говорил. Каковы мысли в душе человека, таков и Он. Я считаю, что все обстоит примерно так. Именно такой я и собираюсь стать. Поэтому мне надо нацелить себя на другое. Мне нужно больше этих блоков. Мне нужно их переплавить и все перестроить. Поэтому, чтобы все изменить, мне нужны мои мысли. Иногда бывают негативные мысли. Например, если у кого-нибудь в семье есть люди, страдающие алкоголизмом, или у кого-то депрессией, или же с кем-то случилось что-то плохое, не надо социкливаться на этом. Вы можете это изменить. С точки зрения науки происходит следующее. Ваше бессознательное заполняется миллиардами мыслей. Можно на мгновение забыть об этом. Итак, ваш мозг заполняется миллиардами деревьев. Получается целый лес, и вы сами можете влиять на появление черных и зеленых деревьев. Надеюсь, что у вас больше зеленых, чем черных. Но мы можем избавиться от этих черных. Если в нашей жизни что-то случается, это отражается в нашем сознании. Когда это отражается в нашем сознании, нам хочется избавиться от этих мыслей, превратить их во что-то другое, изменить их. И теперь мы можем воспользоваться той способностью, которую даровал нам Бог, чтобы изменить эти деревья. Вот почему это называется нейропластика. Все управляется нашими мыслями. Передняя часть вашего мозга называется лобная доля. Благодаря лобной доле мы можем наблюдать за собой и контролировать то, что мы говорим, что думаем, над чем смеемся. Вы можете контролировать все. Бог дал нам эту способность, и это просто феноменально. У нас есть способность остановиться и понять, что к нам пришла плохая мысль. Мы можем сказать, вот что я чувствую, вот как чувствует себя мое тело, вот почему ко мне пришла эта боль. Когда такие мысли появляются в нашем сознании, это значит, что Бог хочет, чтобы мы что-то сделали с нашими плохими мыслями. Он создал наш мозг очень податливым. Если мы скажем себе, я не могу, это будет нашим решением. То есть, если мы не будем думать об этом, это все равно произойдет? Да. Это направлено против нас? Да, это направлено против нас. Из-за этого ваше тело может перейти на вторую или даже на третью стадию стресса, которая называется мертвый цикл. Но попав на эту стадию, у вас есть еще шанс выйти из нее. Нужно просто направить химические вещества на это дерево, чтобы избавиться от него. Эффект проявится через сутки или двое суток, и тогда с помощью нашей лобной доли мы можем принять решение, сказав себе, «Эй, это не для меня!» и надеяться, что Бог это примет. Если вы прочитаете Евангелие от Марка, вы увидите, что речь там идет о том, что значит иметь веру в Бога. Когда мы строим нашу веру на том, кем является Бог, на том, кто есть Он, согласно Его словам, если мы сознаем, кто мы для Бога, что мы значим для Бога, который является Создателем, на чем бы вы ни строили свою веру, самое главное — проникнуться Ей. Вы рассказали мне, что, прочитав Библию, вы часто не можете заснуть ночью, потому что очень проникаетесь тем, что там написано. Когда вы так чем-то проникаетесь, у вас выделяется большое количество гормона, который мы, ученые, называем дофамин, который начинает уничтожать это дерево. В 23 стихе 11 главы Евангелия от Марка Бог говорит нам, «Если кто скажет, горе сей, это и будет горой». Мы можем сказать этой горе Слово Божье. Слово Божье живо и действенно. Говоря Слово Божье, которое мы узнали из Священного Писания, мы буквально говорим этой горе здравое Слово Божье. Воспоминаем известные нам строки и факты, говорим этой горе «поднимись и вернись в море». Когда мы это делаем, выделяются другие химические вещества — окситоцин, серотонин. И также комбинация этих трех веществ плюс еще несколько других — сит. Мы буквально переплавляем все это и формируем здоровые зеленые деревья. Вы говорили, что я могу избавиться от этого за 21 день? Так? Да, за 21 день. Нужно переплавить это и начать строить новую параллель. Одно дерево может быть сразу и черным, и зеленым. В первом послании Иоанна, глава 4 стих 18, говорится, «В любви нет страха, в любви нет страха». Все эти изменения научно обоснованы и происходят за 21 день. Знаете, чем именно она занимается? Она занимается молодыми людьми, у которых были травмы головного мозга. Такие случаи, где доктора оказываются бессильны. Она объясняет Слово Божие с точки зрения науки. Расскажите, что произошло с одним молодым человеком, чем случаем вы занимались? Вы будете рады узнать, что я работаю не только с молодыми людьми, но и с пожилыми. И сейчас я вкратце расскажу один случай. Моим пациентом был один мужчина, 78 лет, он был пилотом. Он хотел продолжать работать. Хоть его глаза уже были не очень зоркие, он не мог больше летать, он хотел вернуться к трудовой деятельности и начать работать по специальной программе. Я научила его, что надо делать и как избавиться от этих ядовитых деревьев. И он смог поступить на работу и проработал до 84 лет. И еще 18 или 19 лет после этого он периодически практиковался. Это поистине удивительная история. Вы можете изменить свой мозг в любом возрасте. Другим моим пациентом был молодой человек, у которого была жуткая травма головы. Когда я стала заниматься его случаем с момента аварии, в которой он получил эту травму, прошло 3 или 4 года. Согласно старым исследованиям головного мозга, если с момента травмы произошло больше 14 месяцев, мозг уже не будет восстанавливаться сам. Этот срок – потолок восстановления. В самом начале моих исследований я занималась нейропластическими исследованиями травм головного мозга. Случаем этого молодого человека я занималась 3 месяца. Он принял решение. Я хочу подчихнуть, что он принял решение исцелиться посредством нейропластики и руководствовался этим решением. Когда я начала заниматься его случаем, он учился жить вновь. Ему было 24 года, но по развитию он был на уровне 6 или 8 класса. За 3 этих коротких месяцев этот молодой человек не только изменился, но и кончил свое обучение. Скажите мне еще одну вещь. Вы, как и большинство людей, знаете, что Голливуд говорит нам, что с возрастом наш мозг начинает хуже работать, и мы начинаем многое забывать. Вы же говорите совершенно противоположное, и достичь этого можно благодаря Слову Божьему. Да, ведь изучая Слово Божье, вы проводите с Богом время. Когда вы изучаете Слово Божье, когда вы изучаете Библию, когда ваши мысли наполнены Словом Божьим, когда вы молитесь, когда вы восхваляете Бога, ткани вашего мозга утолщаются. Это было доказано в лабораториях. То есть мы становимся умнее? Так и есть. Я хочу вам сказать, что это очень хорошо. Я люблю Божье Слово. А еще мне нравится, что Божье Слово было оправдано с научной точки зрения. Да уж, нас таких очень немного. Но мне кажется, когда люди узнают, что вы открыли в исследованиях, они признают, мы только что узнали то, что Иисус говорил давно. Меня удивили ваши слова о том, что вы узнали, что Бог создал каждого из нас с уникальным даром. Когда вы узнаете, какой у вас дар, и когда вы действуете в нем, у вас появляется сверхъестественный мир. Вы исполняете свое предназначение, и вы живете в божественном здоровье. Ваши взаимоотношения улучшаются. И чего бы это ни касалось, любой сферы вашей жизни, будь то головной мозг, будь ваши отношения, будь ваша жизнь, будь, я не знаю, что угодно, все это приходит в норму. Люди, которые проходят у вас тестирование. Ведь это не тестирование, или я ошибаюсь? Ну, допустим, назовем это поиском их уникального дара, распознаванием талантов. Поясните нам, Кэмерон, что же это такое? Да, именно так. Вы сами уже все сказали. Нужно понять, что есть дар, а есть проявление дара. Проявление дара – это когда кто-то красиво поет, играет на пианино, или разбирается в математике, в архитектуре. Это проявление. Со временем ваш опыт увеличивается, и проявления меняются, становясь шире. Вы уже можете делать хорошо больше. Так, вы говорите, наши дары уникальны. Да. Такие уникальны, как опечатки пальцев. Вот какой вы уникальны. Что происходит, когда вы понимаете, насколько вы уникальны? И понимаете, для чего Бог создал вас таким уникальным? Кэмерон. Когда я еще занималась клинической практикой, у нас было много ящиков с разными категориями людей. Если кому-то повесили ярлык, потому что у него такой тест IQ, такой тест типичности, способности, ему тяжело освободиться от ярлыка. На самом деле, каждый уникален в мышлении, в типе, в том, как он создан. Потому что ваша уникальность в том, как вы мыслите. Ваше мышление уникально. Каждый из шести с лишним миллиардов людей на Земле уникален в том, как он мыслит. Именно этим. Как это мы такие уникальны? Я не понимаю. Например, физиологически мы постоянно думаем. В течение всего дня, даже когда спим. Мы мыслящие существа. Такими нас создал Бог. Мы мыслим. Принимаем информацию извне, обдумываем мыслим. Мысли реальны. Они занимают место, строят молекулярные цепочки в вашем мозге, постоянно меняются. Мысли динамичны, меняются постоянно. Вот вам пример. Произошла авария. Пять или двадцать человек видели ее. И каждый опишет увиденное по-разному. В этом заключается уникальность мышления каждого. Каждый воспринимает и фильтрует информацию уникальным образом. Каждый думает по-своему. Мозг каждого человека фильтрует и созидает мысли по-своему, уникальным образом. И это обнаружили ученые. Физиологически и технически процесс мышления одинаков. Но каждый человек по-разному его использует. В этом и заключается разница между нами. То есть, в зависимости, с какой части мозга вы начали, вы можете узнать, где ваши сильные стороны, и улучшить себя в том, в чем слабы. Точно так. У нас нет каких-то встроенных слабостей. Это уникальная концепция о талантах. Нет слабых и сильных сторон. Все сильные стороны. Потому что Бог сказал, что соткал вас в утробе матери. У экклезиаста сказано так в одном из переводов, что Бог вложил в наше сердце чувство вечности и цели. Мы имеем ум Христов. Есть множество стихов в Писании, которые это объясняют. Все это значит, что мы созданы с сильными сторонами, с талантами для достижений. Когда мы делаем плохое решение, мы блокируем наш дар, талант, не даем ему развернуться. Как мы определяем слабость? Мир говорит, хочешь успеха, будь математиком, лингвистом. А если ты художник, значит, не такой умный. Принято считать, что если ты попал в узкое число умных счастливчиков, то ты талант, а остальным в массе не так повезло. По мне, так это неправильно. Нельзя оценивать талант по критериям массовости. Каждый уникален. Есть что-то уникальное, что можешь делать хорошо только ты. Это твое устройство, это твой дизайн, твое отличие от других, если можно так сказать. Именно такими нас создал Бог, и в этом наше предназначение. Этим мы и занимаемся. Объясняем дар Бога в мышлении каждого. Хорошо. Я заполнил ваш тест. Вы молодец. И этот тест показывает, какая часть мозга у меня первая, вторая по главенству. Расскажите кратко, что это за часть в мозгу? Хорошо. Да, я разработала тест по результатам многолетних исследований мозга и мыслительных процессов. В клинике я разработала методику помощи пациентам, чтобы помочь им оценить свой мыслительный процесс. Как они думают? При понимании этих процессов результаты деятельности и мышления улучшаются. Все это результат многолетних исследований. Этим мы и занимаемся. Вот давайте воспользуемся этой моделью мозга для примера. Можно условно поделить мозг на семь разных отделов. Каждый из них отвечает за определенный род мыслей. Такие мыслительные столпы. Их семь основных. Интересно, что в притчах говорится, что мудрость сотворила себе жилище, вытесав семь столбов. То есть Бог знал, как устроен наш мозг? Конечно же. Задержитесь на этой мысли. Скоро вы узнаете, как наша уникальность строится на комбинациях этих семи частей. Я прошел этот тест, и мы узнаем, могу ли я быть ведущим телепередач. Оставайтесь с нами. Мы продолжим. Через одну минуту. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и доктор Каролайн Лив. Каролайн, вы говорили о головном мозге. Он состоит из семи основных разделов. Как написано в книге притч, что мудрость имеет семь столбов. Расскажите, какие функции исполняют эти семь разделов? Что они делают? Семь столбов мышления. Мозг постоянно думает. Даже ночью. Поэтому у нас постоянно имеются мысли. Каждый человек мыслит уникальным образом. Происходит мыслительный процесс. Он подобен тому, как мы перевариваем пищу. Оно проходит через разные стадии обработки. Так же и с мыслями. Первая часть мозга глубоко личностное мышление. Вторая часть мозга тоже имеет отношение к личностному мышлению. И каждая часть отвечает за какую-то сферу. В лобной части личностное мышление. Ближе к середине мозга участок, который отвечает за коммуникации. Затем логика. Далее движение, музыка, инстинктивное мышление. И в конце визуальная часть, когда мы видим образы. Пространственное мышление. Сейчас, когда вы слушаете меня, ваш мозг перерабатывает информацию через эти слои уникальным образом. И как быстро? Очень быстро. Это комбинация, которая делает меня уникальным, отличным от вас. Именно. И от вас. Точно. Мысль может начинаться от лобной части мозга, идет к задней части, затем обратно к лобной или в середину. Всегда начинается с лобной части, вот здесь. Затем индивидуально может идти вот сюда или туда. или в другую часть мозга. Вот так. Понятно. Вот я заполнил ваш тест. Простой, его нельзя не пройти. Нужно выбрать верные и неверные ответы. Он очень простой. Я его сделал, и вот мои результаты. Хорошо. И вы мне скажите, подхожу ли я для той работы, которую выполняю? Наивысший балл у меня был в глубоко личном мышлении. Следующие две графы. Давайте остановимся. Вот что это означает. Первая часть мозга отвечает за глубоко личное мышление. То есть эта часть мозга открывает двери для принятия информации. Это наивысшая способность? Да, наивысшая. Наивысшая не значит лучший, как и низший показатель не означает плохой. Эти показатели отражают вашу уникальность, порядок, в котором мозг перерабатывает информацию. Мысль через семь отделов задерживая в каждом разделе какое-то время. Числа в тесте показывают вам, сколько мозг обрабатывает мысль в каждом разделе. Это не показатель чего-то плохого. Это показатель уникальности. У вас свой уникальный мыслительный процесс. Каждый процесс уникален. Это прекрасно. Не нужно думать, что вам нужно улучшать низкие показатели. Каждый показатель – знак уникальности. Вот что происходит. Вы открываете дверь для того, чтобы принять информацию через первую составляющую часть мозга. Потому что, как я сказал вам, когда я прочитал значение этих показателей, я обрадовался, значит, я занимаюсь своим делом. Следующие два показателя имели одинаковое значение. Это личностное мышление и лингвистические показатели. Вот эти два интересных пункта. Да. Вот что происходит. Вы начинаете здесь, затем информация передается для обработки сюда, а потом возвращается вперед. Глубоко личностное мышление, интроспекция, принятие решений, углубленное изучение – это то, что я и так вижу в вас. Вы задаете вопросы, затем внутри вы исследуете и толкуете информацию. Вторая часть мозга помогает зафиксировать данные во временной памяти. Вы задаете вопросы, чтобы принять информацию. Потом вы глубинно исследуете, и информация накапливается в памяти. И третье качество было какое? Лингвистическое. Эта часть мозга за него отвечает. Второе и третье качества одинаковые? Одинаковые. Более глубокое тестирование в клинике требует тысячи вопросов. Понимаю. Обычно вам зачитывают две колонки вопросов, и мы пытаемся вычислить, какие навыки, приобретенные, моделируемы. Затем тестируемый, как правило, пару ответов исправляет. Мы моделируем то, что сами пережили, увидели, то, что нам нравится. И вот тогда уже можно понять такие вещи точнее. Поэтому внутреннее мышление, например, может занимать и второе место. Возможно, небольшая погрешность. Это нормально. Третье качество было лингвистическим. Оно вот здесь. Лингвистическое качество связано со словами. Речь устная и письменная. Я наблюдала за вами во время интервью. Вы оперируете большим объемом информации. И третье качество – обработка этой информации в общую картину. Вы приняли ее через вопрос и потом собрали ее во временной памяти внутри себя, так сказать. Потом вы переключаетесь на речь, письменную или устную. С ее помощью вы перекладываете полученную информацию к уже имеющейся. То есть слова, которые вы говорите, они фиксируются в вашей памяти. Что дальше по списку? Вообще-то я только три и записал. Ничего страшного. Каждые одну-две секунды до двух с половиной-трех тысяч раз в час, до шестидесяти тысяч раз в день. Вы думаете, переключаясь с одной части мозга туда-сюда, все время. Представим ребенка. Вы во время интервью сами приводили мне пример. Вы сами мама и понимаете это, да? Да. Вы говорили, что понимаете, как происходит мыслительный процесс. А как насчет тех, кому за 70, 80? Поможет ли им это узнать свой дар или нет? Да, конечно. У меня четверо детей. Как вы сказали, я уверена, что эти знания помогли мне лучше понимать своих детей. В моей практике были случаи, когда люди плакали и говорили, я так и знал, что мог бы заниматься этим и этим. Людям нужно показывать, что они одаренные. То, как они мыслят, это прекрасно и умно. Мы придумали такую грамоту, вы вписываете туда свое имя и как бы награждаете себя. Что происходит с людьми на физиологическом уровне, когда они блокируют свои дары? Это становится проблемой. Наши дары уникальны. Дар — это то, какой цикл делают ваши мысли через эти части мозга. В результате чего у вас складываются воспоминания, вы запоминаете что-то. А вот давайте воспользуемся этим кустом в качестве примера. Клетки мозга во многом напоминают такое дерево. Ученые называют это волшебным деревом мыслей. В результате использования такого дерева я что-то созидаю в уме. Мой ум нейропластичен. Мозг может создавать такие деревья, цепи и менять их. И это дерево мыслей может выглядеть так. Это нормально и хорошо. Если наше дерево мыслей блокировано и выглядит вот так, что происходит с нами физически и душевно? И духовно? Вот образный пример такого блокиратора мыслей. Он подвергает тело стрессу. Если вот такое дерево получается в этой части мозга, вот здесь, называется это ACG. Если по-простому, то это, так сказать, коробка переключения передач скорости. И когда мысль циклично ходит по разным частям мозга, и если есть вот такая токсичная мысль, блокиратор мыслей, она ведет себя подобно бревну, упавшему на дорогу. Машина там не может проехать, потому что есть препятствия. И потому что полотно дороги повреждено. И уже не проехать. Да, я попадал колесом в яму, в трещину. Мало не покажется. Не хочу, чтобы что-то мешало действию моего дара. Я хочу выражать себя. Хочу иметь мир, хорошее взаимоотношение, хорошее здоровье. И хочу узнать побольше об этих блокираторах мыслей. Никуда не уходите. Мы вернемся после небольшой паузы. Это сверхъестественно. Привет. В студии Сидрот и доктор Кэролайн Лив. Доктор Лив, я только что вспомнил вот что. Когда ваш дар игнорируется, вы даже не можете слышать Святого Духа. Я прав или что-то путаю? Нет. Полная блокировка. Наше мышление подобно треугольнику. Есть мозг, где происходят мыслительные процессы. Есть ваше сердце, оно подобно мини-мозгу. Оно, как проверочная станция, проверяет информацию на правдивость. Благодаря ему ум остается в покое. Если же сигналы сердца игнорируются, то мозг подвергается стрессу. Вот как все примерно происходит. Ваши мысли путаются, сердце делает проверку, мозг успокаивается. Сердце выделяет химический элемент АНФ. Когда он попадает в тело, вы получаете ощущение покоя. Вы чувствуете некое... Ух, вот что правильно. Вы сказали, что есть множество блокираторов даров. Что происходит, когда дары блокируются? Возьмем, например, депрессию. Одна из превалирующих проблем на сегодня. Да, конечно. Нам сегодня напоминает эпидемию. Депрессия начинается в этой части мозга, мозговой коробки, передач ACG. Я о ней говорила ранее. Ваши мыслительные процессы блокируются. В этой части мозга происходит воспаление. В организме начинается химический дисбаланс. И мысли нужно как-то обходить этот блок. Так уже нарушается действие моего дара, потому что мысль уже не проходит характерный, уникальный для меня цикл. Переваривание мысли нарушается. Я уже не могу думать ясно. Появляется чувство затуманенности, путаницы в уме. Это ведет к озабоченности, волнениям и депрессии. Эти явления усиливаются, закрепляются, становятся постоянными, усугубляя общее состояние. Такое состояние вредно для всего тела, потому что однажды начнет сказываться на всем организме. Назовите еще какой-нибудь блокиратор дара. Вот что я делала в моей практике. Для облегчения задачи определения блокираторов даров я предлагаю людям взглянуть на 12 различных аспектов. Посмотрите на это дерево. Дерево страха. Оно явно нездорово. У него есть корни, ответвления. Их 12. Почему 12? Я взяла за основу так называемую грязную дюжину. Часто людям вообще тяжело с чего-то начать. Они думают, столько всяких трудностей, проблем, хаос в мыслях. С чего же начать? Поэтому для простоты я предлагаю взглянуть на 12 категорий. Это отравляющая любовь. Отравляющие прикосновения, мечты, эмоции. Так они определяют общую сферу. Например, отравляющую любовь. Разбираем с ними, что вообще такое любовь. Сама по себе любовь — хорошее явление, позитивное. В ней есть радость, мир, доброта, терпение. В уме мир, в теле здоровье, ясное мышление. Это положительный подход. Потом мы переходим к ядовитой любви. Что это? Возможно, у вас были плохие отношения с родителями, возможно, с женой, или еще что-то плохое, отравляющее, что должно приносить добро, разрушает. Мама или папа не любили, или жена, или еще что-то подобное. И вот в вашем мозгу появляется большое черное дерево. Блокирует вашу способность мыслить. И нам нужно обновить мышление. Установить правильный цикл мышления. Сознательно разрушить это плохое дерево. И ваш мозг действительно может это сделать. Разве это не здорово? Вы можете разрушить эти блокираторы даров, высвободить хорошие вещества в свой организм. Меня впечатлило то, что вы называете обнять обезьянку. Поясните, пожалуйста. Это очень интересно. С макаками Резус проводили эксперименты, когда детенышей обезьян разделяли. Одни сажали в отдельную от матери обезьяны клетку, ее кормили, но обезьяна мама не контактировала с ней. Не было ни объятий, ни прикосновений. И эти обезьянки, лишенные объятий и прикосновений, заболевали. Химический обмен веществ в их телах приходил в полный хаос. Свыше 1400 химических реакций происходили хаотично. И некоторые особи даже умирали. Затем некоторых из этих детенышей возвращали к их матерям, где они получали объятия, прикосновения. Этим обезьянкам становилось лучше. Понятно, что мы отличаемся от обезьян. Но сама идея прикосновения, то, что прикосновение делает с телом, интересно? Проводились эксперименты по влиянию объятий, прикосновений с людьми? При прикосновении выделяются эндорфины. Они подобны болеутоляющим препаратам. Они дают ощущение миру, успокоения. У нас есть такие рецепторы в теле. У женщины в 10 раз больше, чем у мужчин. И при прикосновении мы как бы посылаем мозгу сигнал, что мне хорошо, у меня мир, я спокоен. И вы даже думать начинаете лучше. Когда вы кому-то улыбаетесь или хвалите кого-то, это приводит к выделению успокаивающих веществ кровь и к мозгу. Интересно, что я часто слышу, как люди говорят, «Сей деньги, получишь деньги». А как вам идея сеять любовь? Это хорошая идея. И пожнешь любовь? Отличная идея. Как насчет Божьего Слова? Что у нас делает с этим ядовитым деревом? Оно его просто смоет. Слово Божье свежо, зелено, живо. Когда мы заучиваем стихи из Писания, когда его читаем, наш мозг становится здоровее. Что произойдет, когда кто-то примет то, о чем вы говорите, избавится от этих блокираторов даров, избавится вот от всего этого и примет... Примет, знаете что? Примет вот это. Давайте сюда. Сколько мира будет? Мир будет править в теле, потому что это послание от ума доходит до сердца. Моя вера просто воспарила, потому что я вижу все то, что говорил Иисус. Его слова влияют на все, к чему прикасаемся, на что реагируем, что чувствуем. Готовьтесь войти в свою судьбу, пережить сверхъестественный мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова